Дорогие друзья, мы сейчас находимся в городе-курорте Анапа. Это у нас выезд готовится Херсон и Запорожье, и мы отправляться будем вот такой вот дружной компании. У нас сегодня уже уехали машины на Луганское направление, уехали машины на Донецкое направление. И вот мы берем сразу два на три наших машинки. Вот это машина Светлана от Привала на Светлом Пути. Ее назвали Светланка, осветили, предыдущее видео вы могли смотреть. Я благодарю всех тех людей, которые участвовали в сборе денег и средств на нее. И наших подписчиков тоже благодарю за финансы на ремонт этой машины. Максима, который сделал невероятные действия по ее ремонту. Ребят, желаю вам хорошей дороги, удачи, чтобы передали привет ребятам, всех поздравили с 23 февраля. Ну и поскорее возвращайтесь в семьи, которые вас ждут. Удачи, пацаны. Спасибо. Это водитель на Виктории. Как вас зовут? Целуйка Константин. Это водитель на машинке мечты, на которой я тоже хотел ехать, а Миша все не хочет пересесть в удобную для него машину. Как вас зовут, Виталий? Я Миша, я устал от УАЗиков, я еду здесь. Я Денис, я ездил здесь, теперь еду здесь. О, Миша всех подоедал. А я никуда не еду, я буду им писать письма. Он будет заниматься тем, чтобы все доехали. Ну что, по коням, поехали. Первую заправочку мы сделали непосредственно на Роснефть возле ЖД. Залили канистры, у нас была одна пустая. И теперь все спокойной душой уже отправляемся непосредственно в наше путешествие. Дорога у нас будет пролегать по такой погоде. И свистит ветер в голове. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо, друзья. Я, кстати, впервые переживаю по поводу того, что, не знаю, какое-то предчувствие такое не очень. С Мишей поговорил, он говорит, у него такая же тема. Вдвоем едем. Но хочется верить все равно в лучшее, что все будет хорошо. Пока едем, хочу немножечко рассказать вам. У нас в этот раз огромное количество посылочек. Вот помимо личных, у нас девочки наши закупили мясо. Всю ночь жарили котлеты, пироги разнообразные, капусты наквасили. Это восхитительно просто. Я сейчас нахожусь в Танице Анапской. Мы выезжаем по всему фронту к нашим ребятам, чтобы поздравить их 23 февраля. Андрам, приветствую тебя. Спасибо, что откликнулся. Прозвонил по всем ребятам, кто в Анапской занимается мясом. Каждый откликнулся, никто не отказал. Огромное спасибо. Спасибо вам. Кочановский и Кумпан занимаются вот мясом. Добрый день. Готовят мясо для наших ребят. Спасибо огромное. ИП Харюков Анатолий Николаевич. Привет. Привет. Спасибо тебе за поддержку наших бойцов. Ребята, удачи мы с вами поддержим. ИП Остапчук Сергей. Вот Артем Рубенович мясо. Ребята все выделили. Сейчас все мясо здесь. Попросили Сергея перемолоть, сделать фарш на котлеты. Килограмм 60. Привет бойцам. Нам подготовили фарш на котлеты, Сергей. Мясо. 57 килограмм чистого готового фарша. Включая свинину и гавену. И девочки приступили к работе. В первую очередь надо вымесить фарш. Жарится лучок, мясо на блинчике. Режется лучок. Это будут сосиски в печь. Заготовки на пирожочке. Тут подходит тесто. Заглянем аккуратно. У нас чистится лучок. Работать ими. Работаем, работаем. Время 2 часа ночи. А детки у нас помогают делать блинчики. Время помогать людям. А с какой сыном из-под восьмой? Я-то делаю для кого? Для наших защитников, для них. Горы можно сухой. В 4 утра. Галя уже падает. Я думаю, что нам не сложнее, чем там, ребята. Не зря мужчины наши на передовой говорят, что некоторые женщины здесь гораздо мужественнее, чем мужчины, которые находятся там. И посмотрите, какую колоссальную работу делают. Воровые получились у нас котлеты. Они очень вкусные. Как дальше заявит Миша в видео, что просто великолепные. Девочки большие молодцы. Мастер-класс. Детки в ночь делают пряники. Для солдат какие умнички. Участие детей это самое важное, что может быть. Девочки большие молодцы, что прививают с самого раннего детства. Все эти важные эмоции и чувства. Порадовать наших парней к праздникам. Побаловать их чем-нибудь вкусным, домашним, сладеньким. Выложено красиво. Так, как у Ленина. Это обычный принтер. Они его переделывают. Какая-то такая. Ой, вот все три, мама. Все три, мама. Переделывают. Вау, обалдеть. Там напис. Блин. Надписи все абсолютно съедобные, потому что используется пищевая глазурь. Не переживайте по этому поводу. Только самое вкусное для наших солдат. Я с белого холтера. С мамой помогаю для солдатов. Почему ты в такое время не спишь? Потому что мне их жалко. Поздравляю их с 23-го журнала, чтобы они всегда оставались такими крепкими, чтобы защищали наш родину. А я хочу напомнить, что вся эта красота, которую вы сейчас видите на своих экранах, делается абсолютно бесплатно от души для наших воинов, чтобы им там было теплее. И они получили частичку нашего дома. Время помогать людям. Вместе мы сила. Победа будет за нами. Вкладываем. Затислили к чести на все направления. Стараемся, чтобы всем мальчишкам хватило. Время помогать людям. Также вот Светлану загрузили привал солдатского там разными пирогами и вкусностями для солдат, к которым мы едем. Также у нас оплелись эти наши дорогие девочки и мальчики, все, кто участвовал. В том числе я снимал сюжет про АИД. Это восхитительно, когда это все происходит. Такая синергия. Вот сейчас едем здесь. У меня окопные свечи стоят, тоже изготовленные и нашими школами. Нереальная синергия. Вот в этот раз, именно в эту поездочку собиралась как раз таки всеми нашими людьми, которые переживают за то, чтобы солдаты на 23 февраля получили подарочки. Им было там немножечко легче и теплее. От нашего с вами тепла. Вот за все эти действия благодарим. Еще вот на погрузке помогал АИД и сегодня вот ребята были. Всем огромное спасибо большое за то, что вы вносите свой вклад в наше общее дело для помощи фронту. Объединено все это именно под эмблемой «Время помогать людям». Мы приближаемся к Трымскому мосту. Сейчас только что проехали военную колонну. Если ее тоже погонят через Канер, то мы будем очень долго это делать. Но надеемся сегодня, что нам повезет и мы каким-то чудом успеем быстро просочиться через Крымский мост. Итак, начало 18.22. Нам вообще до Красноперекопска дал границе 350 километров. Время на часах 20.01. Считайте, сколько у нас времени ушло на Крымский мост. Это мы еще его не пересекли, только к нему двигаемся, но прошли непосредственно сканер. Я хочу поблагодарить Вселенную и каждого, кто за нас молился, потому что у нас был шанс вообще не пройти. Не буду рассказывать, как, что, почему. Но спасибо всем тем людям, которые пошли к нам навстречу. От еще всех обнимаю. Делаем это еще раз говорю не для себя, а для наших дорогих солдат. И потихонечку двигаемся к Крымскому мосту. Здесь уже проведено огромное количество работ. Уложен уже асфальт и на левую сторону. Все заменили, поменяли. К концу февраля обещают запустить движение уже по двум артериям. При этом железнодорожная часть Крымского моста тоже ведутся восстановительные работы. И сейчас ходят поезда, но восстановлены в первозданном виде. Можете посмотреть, что там краски, ребята, сейчас работают. Техники уже осталось так очень много. Уберут, наверное, последние домики. И, возможно, сейчас еще с этих кранов что-то подают как раз-таки на железнодорожную часть, чтобы там производить работы. Ну и приближаемся к карточкам самого Крымского моста. Красота Крымского моста, конечно, просто завораживает. Фантастические виды. Вот так вот. Час сорок где-то, чтобы до него доехать. Ну а дальше нас ждет Крым и территория СВО. Так, мы здесь нашли газ. Сейчас заправляемся. У нас бак был газовый, пустой. И посмотрим, как будет работа. Ну что, вырезали там мне какую-то трубку, которая мешала. Здесь Денис уже наводит красоту. Чтобы у нас Светланка была великолепной и прекрасной. Грязь накидывает прям очень сильно. Но на самом деле, Денис, радость большая, что мы уже здесь, на крымской земле. Прямо прибытия на границу. Час ночи получается. Сейчас мы немножечко перекусим. Будем двигаться дальше. Дизельную машинку мы не стали заправлять. Она у нас там стоит. Только наш красавец. Шикарнейшая заправка. Огромнейшая территория. Там есть развлечения для детей. Внутри есть хорошее кафе, где поесть. А там просто великолепно. Покажи, как ты улыбаешься после Адык Ливен. Да, нас здесь уже узнают реально. Тут видно даже, в какой машине вашей стоит заправочная станция. Просто быстренько говорите и заправляют. В кафе также находится прямо на заправке. Идешь и выбираешь, что хочешь. Все такие разные вкусняшки, ценненькие. Такие вот. Немножко отличаются, кстати. Вот мы были в немного в другом месте, на следующем Октане. И там был просто бульон с сухариками. А здесь вот такие разнообразного вида салатики. Честно, вкусняшек прям очень много разнообразных. Зал довольно-таки здесь просторный. Мы заказали по бульончику. Немножечко перекусим и введемся в путь дальше. Мы находимся чуть-чуть дальше Белогорска. 30 километров до Симферополя. Пытаемся подлить бензинчика. У нас вообще машинка что-то пристала. Чуть полетелом на сло. Пытаются протереть, чтобы стало полегче. Там движок стреляет, пыхтит. Двигатели ехать не ходят. Вот Светланка. Очень хотелось бы, чтобы она все-таки поехала. Бензинчик заходит. Что там у тебя? Я не знаю. Все протер. Слушай, знаешь, ты этот протирал? Да. Колотки сухие, катушки сухие. Слушай, ну уже пол канистры. Почти десятка вошла. С Богом. Вдруг повезет. И мы все-таки поедем. Чудеса бывают. Тут она на холостых работает, заводится хорошо. Начинает скорость набирать, начинает глохнуть. Юра, на бензин знаешь, почему было не похоже? Когда она тогда у нас за бензином заглохла, она не стреляла абсолютно. А тут она начала стрелять. Поэтому подумали, что залила катушку. Понял. Это был бензин, походу. Ну, будем надеяться. Если это так, то малой кровью и все отлично. Мы едем дальше, и все будет хорошо. Это даже счастье. Честно. Фух, друзьяшки, мы доехали до... Вот здесь Симферополь, дорогие друзья. Здесь Атанчик. Симферополь обезжаем потихонечку. Машинка добежала. Все отлично. Значит, у нас действительно не хватало просто бензина. Это радует. У нас газ съела 40 литров на сотку. То есть 60 литров заправили. Ноль. Сейчас будем опять заливать. Это из-за того, что мы гнали. И все наши машины тоже дольем. Два часа 10 минут мы доехали до Армянска. В 10 километрах от границы. Заливаемся по полной. Все баки, канистры, которые есть, все три машинки идут. Мы снизили скорость. 80-90 идем. Тем, кто едет, кстати, на Херсон, советую заходить через Армянск. Потому что сюда дорога гораздо лучше, если ехать по Тавриде, а потом идти с Симферополя уже на Армянск. Пускай больше на 30 километров, это дорога лучше. 4 часа утра, друзья. Мы прошли границу через сканер. Мы в опасной зоне. Ребятки, вот так вот мы ищем населенные пункты. И куда-то нам туда. Там обидно, когда приезжаешь, там 30 километров мотаешь, и никого. То есть свет горит, но в домашний не будешь там стучаться. Телефон абонент, не абонент. Короче, такой едешь, думаешь, что делать. Друзья, мы постучались и к местным жителям. Вон туда, видишь, какие-то фонари горят. Поехали ловить эту. Догоняй ее! Слушайте, местный житель тут вообще, знаете, вот как будто отдался с партизаном. Мы сейчас вообще не видели никого, никого не знаем. Вообще, мы люди небесные случайно в этот дом пришли, остановили. Короче, жуть, жутчайшаяся. Ну, ни одного военного мы не нашли, в большом сожалению. Вот прежде чем выйти на эту трассу Херсон-Мелитополь, мы прошли почти 50 километров раздолбанной дороги. Это был час жизни в прыжках и моментах, чтобы не разбить машину. Отличный населенный пункт, и надеюсь, что в нем мы уже найдем наших солдат, и сможем передать посылки. Это вот северодонецкий канал, смотрите, как он огромный. И сколько в нем, да, много воды. По Херсонской области могу вам ответственно заявить, что очень много сделано работы. Вот проезжаем, видите, разнообразные оборонительные рубежи, то есть переработана вся та система, которая была в прошлый раз, когда мы приезжали, там прям линиями обороны живут, мощнейший укрепят. Смотрите, как надо. Солнечные батареи на окопах. Вот это наши парни, красавцы. Мы едем на берег Днепра. Сюда наблюдаем ту сторону Днепра, сам Днепр, то есть визуальный контроль, ребятки. Получается, что по нам уже оттуда можно запустить чего-нибудь. Константину с пребратой, чем в момент у меня смотрят в ту сторону более пистольно. Мы нашли здесь первых ребят, точнее, мы нашли пока тех, кто их знает, сейчас их там вызывают, и мы поедем наконец-то передавать первые посылочки. Это счастье. Особенно после первой ночной вылазки, которая зашла, не удачная. То есть сейчас прям радостно. А еще, возможно, мы сейчас увидим УАЗик, который у нас был в шашлыке на Днепре, который я гнал первый. Вот, он находится тоже здесь, и здесь находится мой кореш. Это Йопаев. Первая наша передача. Посмотрите, какую красоту наши девочки сделали. 23 февраля распечатаны такие печенки. Пирожки и котлеты и блины. Вкусняшки они готовили всю ночь. И дети, и взрослые. Это было восхитительно. С наступающим вас. Спасибо большое. Накормим всех. Даже не соревать, потому что это вкусно. Это обалденно вкусно продегустировано. Я думаю, куда вся еда делась. Да ты соревался, он начинает. Дегустатор. Мы едем с ребятами повидаться. Теперь у нас Мишаня за рулем Виктории. И дорога у нас идет к Днепру. Так, дорогие девочки, мы на берегу Днепра передаем пацанам такие же вот. Именно подразделения поздравления с 23 февраля. Печенки, пироги и котлеты. Ребят, вас с 23 февраля, с наступающим. Улонский, Сазонов и Нарышев. Дорогие девочки, еще нашли мужиков, которым передаем на их подразделение вот эти поздравления. Котлеты, пирожки, все, что вы готовили от души. Спасибо. С наступающим 23 февраля у вас, ребята. Спасибо. Я сейчас улыбаюсь. На тебя приехало столько много посылок. От кого это вообще? Ну, это жена собирала вообще. Ой, Бакэ, ну молодец у тебя. Когда ты к ней на побывочку собираешься? Как отпустят, так сразу. А у вас есть вообще какие-то посылки тому, что будут отпускать? Уже говорили об этом. Сколько ты уже здесь времени провел? Пять месяцев, еще, грубо говоря, месяц. Вроде бы обещают, что через полгода отпустят в отпуск. Там, не знаю, посмотрим. Еще раз поздравляю тебя с 23 февраля. Обещаю желать, чтобы было хорошо и прекрасно. Спасибо. Это она лапочка моя. Вы ее помните? Это вторая машина, но первая, допустим, для Миши. Для меня, да. Которая уехала сюда. Это вот касаемо того, что новая, не новая, эти ручки ломаются. Потому что машина вся, как там, когда ехал, там же вот такой скос и забор. Вот эта сетка. Груженый ехал, ее вот так вот просто стащило. И пришлось деваться некуда, просто рвать все, там все, что есть. Бочина вся. Пойдем порегим. То есть вот лесенку, которую мы делали. Вот видите, машина. Мы-то, Юр, знаем условия, в которых она ездила реально. Она уже и раненого вывозила, спасла ее уже. Ну, как говорится, не зря вложено. Ездит? Ездит. Функции свои выполняет? Да, бензин пьет. Кстати, а как у вас с заправками здесь? Ну, как? Надо ехать в Каховку. И там заправлять, да? Если там работает. Дай бог, чтобы она хоть еще чуть побегала. Сколько она уже получается у вас? Месяца два, да? Где-то так больше. Полгода, говорят, и все. Машины умирают, в принципе. В начале ноября, по-моему. Не, ну если ее не ремонтировать, она умрет. Ну, я в машинах 15 лет занимаюсь автомашинами. Поддерживаю ее. Твоя жена сказала, мы когда уехали, у тебя сломался бензонасос, да? Тут же нашли, здесь починили. И для нас это было большим удивлением. То есть те, кто хотят, те делают. Ну, я тяжело, чтобы она еще раз тебе послужила. Потому что для нас это тоже было такое прям первый экспириенс. Если сцепление придашь, вот это будет печально. Миша прям очень сильно хотел тебя увидеть. Это видео, которое ты же по-любому монтировать будешь. Клеишь кусок, это специально для семьи Сосновских. Серега, Серега, я его нашел. Да, да, все хорошо. Все отлично, всем привет. Точно как приятно встречать парней. Они тем более довольны. Причем рассказывают, что там то, то, там ломается на машину. Виноградному привет, который пацанам помогает. Чтобы капитальные красавчики, это очень круто и очень приятно. Когда не только мы одни, а только кооперации. Со всеми вместе делаем, чтобы парням нашим было здесь полегче. В тех местах, где нереально тяжело. Ты рад был встрече? Я был безумно рад увидеть и Серегу. Пацанов всех, с которыми познакомился в принципе. Знаешь, чему я рад, Юр, очень? Когда спросили, вам что-нибудь надо, пацаны, реально? Они говорят, ничего не надо, все есть. Все ништяк, все хорошо у нас. Наша сила духа, ее никогда не сломишь ничем. Отвечаю. Красавцы. Да и бур, чтоб так и было. Разрушительная сила Хаймарса, которая прилетает в школьное учреждение. Вы можете увидеть, что от здания практически ничего не осталось. Его разрушило практически полностью. Пожалуйста, живой пример того, что произошло конкретно здесь, на берегу Днепра. Не осталось ни окон, ни стекол. К сожалению, печальные дела, дорогие друзья. Очень страшные последствия всего этого. Приехали мы прямо на берег Днепра, но оказалось, что немножечко не в то место мы сейчас выехали. В поисках монаха нам сказали, что надо выехать полностью отсюда, уехать в другое место. Блин, это восхитительно просто искать по-настоящему стоги сена. Я еще раз повторяюсь, ребят, координаты, координаты. Нам просто точку ткнул и уехал. Мы бы не тратили столько времени и рисковали бы столько своей жизни в трех-четырех местах подъезжать к берегу Днепра, чтобы просто попытаться найти одного человека. Вот как бывает, нашли начальника Амира. Сейчас будем передавать ему посылочку. Так, мы нашли Амира. Выдача идет, отлично. Амир, от кого у тебя посылка? От Дианы. Спасибо большое за посылочку. Едем 10 километров куда-то в поля. Там где-то должна быть деревня, где наша должна быть ребятова. Спасибо за посылку. Меня зовут Роман от Елены. Спасибо вам огромное, что доставили мне посылку. Скажи, как у тебя служба? Двигается все легко? Двигается все, продвигаемся легко, все отлично. Скажи, сколько вообще здесь уже находишься? Пять месяцев. Домой хочется? Конечно. Вас еще никого не отпускали? Пока нет. Обещают еще через месяц. На 6 месяцев? Да, через полгода, как говорят. Ну, дай бог. Мы сюда, когда заезжали, видели ребят, целых там два автобуса, которые возвращались уже с побывки. То есть отпускают они тоже с Херсонским направлением. Хорошо. Дай бог. С Херсонским направлением, друзья, мы закончили. Сейчас у нас остается времени полчаса до 12. Мы не ели. Ну, в принципе, не собираемся. Остается Запорожское направление. Причем здесь есть места, которые прям нулевое такое. Их загрузили ко мне в машину, чтобы Юра рискал свою жизнью. Пока не скопытится. Я говорю, что особо ехать в этот раз не хотел. Но такие вот моменты, когда ты видишь радостные глаза ребят. Это просто восхитительно. Мы двигаемся сейчас в раздол. Я думаю, что можно его озвучить, так как он, в принципе, далеко от фронта. И там будем передавать посылочку. Пацаны заправляют вторую нашу красавицу. И в свою мы залили двадцатку. А бензин, как всегда, кончается тогда, когда ты этого нифига не ждешь. Фантастические, ребята, виды на Днепр. Смотрится это, конечно, вау. И просто как на ладони, что та сторона, да, что мы. Помаши ручкой. Пересекаем Днепр. С той стороны это временно оккупированная часть Херсонской области. С той стороны это речка Днепр. Вы видите краски украинской позиции. Миша, маши, ручкой, ножкой. Я не знаю, станцую, чтобы вы видели. С этой стороны, причем Днепр замерзший. Вы можете увидеть, что по нему вполне возможно даже ходить. Мы будем надеяться, что наши доблестные воины придят, чтобы никто не перешел. Заводь такая солнечная, классная, прекрасная. А это наш комбой. Дорога здесь, если вы видите, побитая. Это как раз-таки из-за прилетов. Видим, что Днепр обмелел где-то метра, наверное, на полтора. Глубина упала. И говорят, что украинская сторона это делает специально, чтобы Днепр обмелел. Им было проще. Запорожская область. Здравствуй. И Херсонская область. Давай, до свидания. Мы добрались до заправки, ребята. Это значит, что мы спасены. Это заправка. Ну, давай попробуем узнать. Облом, ребята, у них только газ есть. А у нас тормоз может из-за этого случиться. Вот, Миша, нашел местный колорит. Говорит, давай срочно возьмем у них интервьюеры. Ну, хорошо. 9-1-1, ребята, спасение. Что с тобой, Дзенчик? Иди, иди, покажу. Вы скатали, а мы сделали, да? Что там? Смотри, вы это убираете, а тут вот штырь железный. У-у-у-у. Ты вот нас раскусил. Чтобы я не соскакивал в сиденье. Пойдемте посмотрим, ребята, что тут есть в этом магазинчике. Подсещать приговорили не запрещено. Там мины есть. Страшно. Отношения здесь хорошие. Я как бы не стал там в лицо с камеры прыгать. Допустим, я запомнил творог домашний. 177 рублей килограмм. Картошка по 33 рубля стоит. Жалко, конечно, здесь много всего такого разрушенного. Здесь вот мужичок, который стоял, увидел нас. И сквозануло. Подозрители такие, местные жители. Солдаты говорят, что улыбаются в лицо за спиной. Говорит, кто его знает, как оно? Максимально, да? Близко к Днепру. Подъезжаем. Он тут прям широченный. Красивенный, широченный. Все, очевидно, как он выглядит. Довольно-таки интересно смотрите. И мы сейчас пойдем вот в этот магазин. Сходим, возьмем кофеечко. Попробуем. Магазин называется Салоха. Населенный пункт, судя по остановке, Великая Знаменка. Украинская колбаса с салом, да. Салом по 200 рубля. Пацаны нашли. Нет, прикольно. Я их, правда, давно не веду. Смотрите. Кто помнит, что такие секреты вообще даже были? Детство. Детство. Пивасик уже Крым продается по ценам. Нет, ну просто у вас в городе может что-то другое, а это ж... Газом, много детей там было. Автобус школьный, которым, видите, позавидовали. Детские площадки, кстати, есть клевенькие. Я не понимаю, куда мы ездим. Мы еще прямо-прямо, навигатор. Смотри, какая красота. Мы выехали на Красную площадь практически. Брусчатка, ребята, брусчатка. Точно, ну по-хорошему мы ехали, был асфальт, дорога была классная. Я хотел вам показать деревню, потому что она интересна. Даже газ здесь есть, то есть мой фиг знает где. Во многих даже местах поселка Витязево можно завидовать. Смотрите, как подготовлены участки к посадке. И чисто убрано. Слушай, ну прям вот в этом плане очень все симпатично, согласись? Да, здесь как-то уютно по-домашнему, вот реально. Вот как бы оно ни было, но чистенько, уфоршенно и мило. Магазин Милаги, а раз ты просил мило, пожалуйста. Быстрый обзор вам на деревню. Но есть, конечно, вот такие вот печальные моменты, где разрушенная стоит. Но я думаю, это от старости. Ну да, хозяева уходят, новые не находятся. Слушайте, ну по брусчатке мы еще не ездили. Это круто, да. Как на красной брусчатке. Энерготар, дорогие друзья, вот они в атомной реакторе стоят. Поэтому мы приехали на заправочку. И здесь есть возможность залить бензинчик. 92-й, 51 рубль, газ в 26 рублей и 60 рублей. Здесь дизельное топливо. Заливаемся полно. Я думал, мы уже все, вымрем где-то, потому что у нас уже не хватало топлива. Ух, кажется, последний момент все стало гораздо лучше и интереснее. У, как на авто. Вот, бывают такие моменты прям классные. Едешь, едешь, едешь и подзаезжаешь на привал Ямала, так сказать, блокпост, который мы посещали в прошлый раз, в прошлом видео. Привозили им гуманитарочку. Ребят нам помахали, Ямалу привет передали. Двигаемся дальше. Что-то 3 часа дня подходит. Это говорит о том, что, скорее всего, будем сегодня бы что? Спать где-то здесь. Потому что дневном времени нам осталось всего лишь 3 часа. А по ночи будет все очень тяжело, демо уже уставшие друзья. Не надо отдохнуть, на самом деле. Не берите никогда два направления. Хочется вам показать, это вот Новомихайловский. Не только деревеньки посещаем. Дороги тут тоже ушатаны, к большому сожалению. Но, как говорится, жизнь все-таки имеется. Там банкомат, поэтому там народ. Иногда бывает надежда, что ты поедешь, а тут что-то изменилось. Да. Нет, нифига, то есть придется нам опять возвращаться в поселок. И мы здесь опять стреляли. И пацанов сейчас его притащили. Всегда есть проверенные места, и мы пересекаем, друзья. Ждпути. Иногда умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Но это не Фарадас, это же Муханыч Патия. Муханка вообще вопросов никаких не возникает, да? Они тут вообще как у себя дома проскакивают. Крузак. Ну, Крузак бы тоже вообще в принципе спокойный. Мне больше интересует прицеп. То есть, если он сейчас вообще пролетит, я вообще прям... Что мы тогда тут переживаем? Просто кто-то перегородил, короче, дорогу, ребята. Мелитополь-Васильевка трасса. Мы вышли на нее наконец-то. 150 километров ям. Это было восхитительно. Миша. Да, я... Меня колбасит до сих пор. Валяется просто на улице. Кто понял, тот понял, да? Остановились называется. Мы нашли племеша. Ура! От кого тебе посылочки в этот раз? В этот раз от матери посылка и от жены с тещей. Хочу сказать спасибо организации, которая привезла эти посылки. Время помогать людям. Все, целости, сохранности. Также хочу передать большой привет своей жене, тёще и матери. Тебе нравится? Вся же шиповка. Нет, мужик должен быть внутри. А не то, что, как говорится, оно появляется при том, когда ты берешь в руки оружие. Оружие это может дополнение, там, силы мужчины, чтобы добиться целей. И то не своих личных, а вот как здесь, ребята, для укрепления позиций нашей Родины в мировом пространстве. Ты правильно говоришь. Расстояние, смотри, неправильно держишь. Показывай. Показывай. Смотри. Не только держишь ровно. Ага. Лицо должно быть ровно. Чуть-чуть прикладу. Лицо должно быть ровно. Вот так. А вот так никогда не делай криво. Понятно? Ровно. Регулируешь назад, вперед. Окошко, когда большое станет, значит, это своя цель. Треугольник видишь наверху? Ага. Вот это и есть твоя цель. Старайся выровнять лицо вот так. О! О! Вот теперь правильно. Видно? Назад, вперед делай лицо, чтобы выровнять. Видишь, Окошко увеличивается, уменьшает. Да. Чем будешь? Отлично. Отлично видно? Да. Снимаю с предохранителя. Есть! Черт! Блядь! Ох! Попал. Два раза. Чуть-чуть голову вперед. О! Старайся вперед-назад голову делать. Смотришь, видно? Да. Окошко большое. О, отлично. Ты видишь цель? Снимаю. Пока нет. С предохранителя. Цель увидел? Да. Все. Свободный, не ямничай. Теперь мастер покажет, как это делается. Да. Красавчик. Добрый день. Спасибо Анапскому району за доставку. Время помогать людям. Вы не остаетесь в стороне. Помогайте нам. Поддерживайте нас. Мы всем, чем сможем, поможем и вам в обратную сторону. Ну, стараемся вас не подводить здесь на передовых. И думаем, что скоро все это закончится, и мы вернемся к вам, любимые. Ждите нас. Всем привет. Большое спасибо всей Анапе и городу Крымску тоже. 23 февраля. 23 февраля. Субтитры наступающим 23 февраля. Вы посмотри, это по подразделениям раздадите. Да. Хорошо. Спасибо большое. Огромное. И здесь пирожки. Пирожки есть? Да. Сейчас что котлеты принесем. Пришли тень. Супруга предоставила посылочку. Мы ее доставили. Сам не верю, чтобы у нас все получается. Что надо сказать любимой, дорогой жене. Уважаем работникам 191-го сада, родителям и, конечно, детишкам. Спасибо за посылку. Посылку нам доставили. Мы очень-очень рады, что не забываете нас. Мы сделаем все. Сейчас едем ее заряжать. Только что отстрелялось. Но это было просто нереальное событие для нас. Сейчас здесь Ассоль. Основное направление и КАМАЗ выбирают посылки. Спасибо большое вам. Во-первых, то, что довезли. Время помогать людям. Вас благодарим. Спасибо большое. Привет жене, родителям, тете. И, конечно, большой привет моим детишкам Милане и Данилу. Скрейшее возвращение и с 23-м. Спасибо. Большое спасибо за гуманитарку. Особое спасибо Максиму за машину. То, что он нам ее подготовил. Время помогать людям. Огромное спасибо. Всегда рады вашему приезду. С наступающим. 23 февраля у вас, друзья. Спасибо. Такие красивые кадры. Рулим уже на закате. А у нас еще столько дел, что просто сил на сегодня не хватит. 100%. То есть, посмотрите, у нас еще эта машина полностью загружена. Прицеп еще процентов на 30 загружен. Мы все отдаем, 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 отдаем. Фантастика. Сколько людей наши девочки и все любящие своих близких сделали счастливыми к этому 23 февраля. Двигаемся дальше, друзья. Я не буду говорить, что нам говорят, что нам может прийти хана сегодня-завтра. Зачем вас пугать, да? Не знаю. Если тем более вы смотрите это видео, значит, получили. Если не смотрите, то не хватит. Опять по кайту. Я хочу показать, ребята, ПМП-шечку. Разорвано. Жить просто. В самом деле, я смотрю, сколько здесь работы проведено с первого дня, когда мы здесь были. И вот сейчас уже прошло 3 месяца. Здесь просто невероятные линии обороны появились. Дай Бог, наши силы верности. То, что я пишу, уже сделал. Меня просто подвергает какой-то шок. Я не ожидал, что столько можно сделать, да? Не хочу даже рассказывать, но просто машина в жизни, для санкций машины. И молодцы.